Вопрос такой. Я проплатно отношусь к одной, почитаемой многими святой, не обращаясь к ней с молитвами, хотя формально и почитаю её, как канонизированную православную церковь. Грех ли это? Я думаю, что святых мы почитаем, как говорит священное писание облак свидетелей. Мы всегда должны понимать, что святые, они не носители какой-то своей собственной благодати или силы, или энергии, если хотите. Вся их благодать, вся их сила, она от Господа. И они носители этой божественной силы, потому что они вошли в эту любовь Божию и приобщились к этой люди. И они благодаря этому имеют это дерзновение пред Богом, чтобы ходаться перед других людьми. в этом смысле мы не относимся к святым так, как язычники часто относятся к своим идолам, к своим кумирам. И часто языческая эта психология, она имеет место быть и в христианской культуре, когда, например, люди почитают блаженную Матрону, а воплощенного Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, знать не хотят. Молитвы к нему не обращаются, а Матроне могут, например, блаженны молиться каждый день и верить в то, что она действительно обладает силой, что она может помочь. Некое такое прагматическое и прикладное отношение к духовному миру, оно характерно для язычества. Помогает, значит, хорошо. Но мы должны все-таки понимать, что христианство, оно призвано более к глубокому притяжению истины и своих взаимоотношений с Богом и со святыми. Поэтому, естественно, у нас есть даже в терминах отличия. Поклоняемся мы Богу, почитаем святых. И, конечно, бывает так, что есть какие-то святые, которые особо дороги нашему сердцу, на которых откликается наша душа. Мы знаем их жизнь, мы знаем их подвиг. В чем-то, может быть, наша жизнь, она перекликается с их жизнью и нам близко, может быть, по времени, по месту, где они подвязались и спасались. И такие святые, они еще могут быть нам еще ближе благодаря тому, что мы начинаем обращаться в молитвах и чувствуем, как они в жизни начинают наше участвовать. Я не буду сейчас конкретно называть тех или иных святых, это каждый может проверить на своем жизненном опыте. У нас действительно может быть живая связь с людьми, которые миреном, которые уже в Боге. Поэтому, на самом деле, вот этот круг свидетелей Христовых, круг святых людей, с которыми мы знакомы лично, он может быть очень небольшим, может постепенно расширяться в зависимости от того, насколько наша церковная жизнь тоже углубляется. Хотелось бы вспомнить опять о праведном Иоанна Кронштадтского. Он ежедневно на утренне, которое совершал перед божественной литургией, читал канон тому или иному святому. И читал с такой глубиной, с таким переживанием, что ощущалось, что он действительно с этим святым находится в личных отношениях. И вот это общение со святыми, это то, что подарила ему церковь. Он сам говорил, когда ему спрашивали, у него священники даже спрашивали, и говорили, батюшка, а как вы, вот такую благодать Господь вам дал, как вот так вот горите такой, такой любовью к Богу, к людям. А он говорит, я живу в церкви. Все, что у меня есть, это не мое. Это то, что мне подарила церковь. Я своими словами пересказываю. Вы можете найти непосредственно этот диалог. опубликован священника с пастырями. И вот на самом деле это действительно так. То есть человек, если он живет жизнью церкви, а каждый день, я напомню вам, что церковь празднует память того или иного святого, человек проникается духом этих святых, их подвигом, их верой. И вначале, может быть, у него там два-три святых, а потом у них, может быть, у него их десятки, сотни даже людей, с которыми у него завязались личные такие отношения, к которым он обращается в молитвах, которых он помнит, если, может быть, не каждый день, то время от времени вне их памяти они ему становятся очень близки, близкими родным людям. и вне их памяти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!